Добрый день, дорогие жители нашего Ленинского городского округа. Мы снова к вам обращаемся по вопросу коронавирусной инфекции. На сегодняшнее утро в нашем Ленинском городском округе уже зарегистрировано 52 случая подтвержденной коронавирусной инфекции. К сожалению, большому сожалению, коронавирусная инфекция распространяется, заболеваемость увеличивается. Если на той неделе, в понедельник, мы говорили о 14 случаях подтвержденных, то сегодня мы уже, как вы услышали, 52 случая подтвержденных коронавирусной инфекции. Рост идет очень быстрый. Кроме этого, мы отмечаем не только рост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, но и рост заболеваемости пневмониями. Возраст заболевших пневмониями разный. Это и молодые жители, это и пожилые жители. Поэтому мы еще раз к нашим жителям обращаемся, чтобы сохранить ваше здоровье, поберечь вас, наших медицинских работников, чтобы все самоизолировались и сидели дома. Это единственный метод предупредить распространение этой пандемии. Протекает она по-разному. Есть вроде бы легкие формы, легкое течение инфекции, когда просто идет першение там в горле, небольшой насморк, потеря обоняния. Но, к сожалению, есть тяжелые формы, легочные формы, когда этот вирус, ковид-вирус, поражает легочную ткань, поражает альвеолы. И у пациентов наших диагностируется двусторонняя пневмония. Причем она протекает бессимптомно, особо кашля нет. А идет тяжелая одышка, идет учащение частоты дыхания. И когда мы делаем компьютерную томографию, мы видим двустороннюю пневмонию. Дорогие жители, мы очень просим не ходить в поликлиники. Поликлиника сегодня все амбулаторно-поликлинические подразделения у нас закрыты на прием. Мы полностью перестроили работу поликлиник на перевод на обслуживание на дому. Особенно для лица онкологических пациентов, которые являются группой риска. К сожалению, еще на той неделе при посещении поликлиник мы видели, что онкологические пациенты приходят в поликлинику то за какими-то направлениями, то за результатами анализов. Мы просим не делать, не приходить в поликлинику. Есть телефон горячей линии 8495-541-4001. Куда вы обращаетесь? Вас записывают, передают это все онкологу, медсестре онкологические. С вами созваниваются и все необходимые вопросы решаются дистанционно и обслуживание осуществляется на дому. Медицинские работники, конечно, в настоящее время работают в тяжелой, напряженной нагрузке, но ситуация пока контролируемая. Мы справляемся, и поэтому мы очень просим, очень просим самоизолироваться. Уважаемые жители, в поликлинике, во взрослой вход только оставлен для пациентов экстренных с травматологическими заболеваниями, с хирургическими и клору, клор-врачу, плюс рентген-кабинет для тех, кому необходимо сделать рентген-исследование при подозрении на внимание. Все остальные приемы врачей закрыты. В поликлинике не ведется приема врачей по остальным профилям и терапии. Мы их обслуживаем только на дому. Скоро предстоят большие религиозные праздники, Пасха. Конечно, по традиции люди ходили в храмы, общались между собой, между родственниками. Здесь в данный момент, в данной ситуации, мы просим посидеть и не выходить. Это очень важно. По поводу больничных листов, когда мы заметили, что идут еще и закрытия, закрывать больничные листы, мы также просим не приходить в поликлиники. Все продления по заболеванию, открытие больничных листов по заболеванию, закрытие больничных листов будет осуществляться врачами на дому. По поводу тех лиц, которых мы говорили по больничным листам лицам старше 65 лет. По последним данным Фонда социального страхования, лица старше 65 лет до 14 апреля мы закрываем больничные листы. Дальше уже работодатель передает эти списки в Фонд социального страхования и уже уполномоченные отдельной больницы, не наша больница, будет открывать больничные листы по карантину до 30 апреля. Пациенты, которые онкологические, хроники, имеющие там после трансплантации органов, хронически-абструктивные заболевания, имеющие легких, им больничные листы. Если они не в периоде обострения заболевания, работодатель списками передает в Фонд социального страхования. Если имеются какие-то обострения заболевания, то данные лица обращаются к нам на телефон нашего горячей линии, вызывают врача на дом, и мы им открываем больничный лист и ведем его по заболеванию и сами же закрываем. Мы вас призываем сидеть дома, мы с вами, мы будем оказывать вам квалифицированную, качественную медицинскую помощь и будем вас оберегать, поддерживать и лечить. Спасибо.